После кесарево сечения сделано, когда мы имели проблему, здесь мы имели проблему после кесарево сечения в виде нарушения иннервации в теле, но в любом случае, чтобы не было, мы должны в любой момент восстановить кровообращение в шве, чтобы не нарушалась иннервация. Вот мы сейчас ставим пальчик на самый краешек, мы должны поставить шва, так, чтобы у нас шов оказался на подушечке пальчика, и мы ее услышали, как будто мы на нитку положили пальчик, и нитку чувствуем. Вот эту нитку сейчас чувствуем. И если у нас здесь есть доселе идущий воспалительный процесс, и мы нарушили тем, что перерезали лимфу, и иннервацию органов, то у нас начинается песня про белого бычка, да, сразу куда начинает течь? Начинает идти плечо, 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 подмышка, рука и прям до мизинца. Значит, для того, чтобы у нас, да, в жарке, да, для того, чтобы у нас убрать, ноющая боль, куда я направляю? Правым к паховым лимфатическим узлам я направляю движение пальчика, и мы должны это движение столько раз сделать, чтобы у нас сейчас отпустило руку, плечо, и вот затвердение в шее, откуда у нас стало быть идут? Десять лет назад сделанное кесарево сечение, неотработанный шов. Вот он у нас приключения дает в виде различных диагнозов. Что уходит сейчас, а что остается? Еще большой палец пошел, да, на глаз пошел. Это сильно болезненно? Сейчас уже нет. Уже нет, то есть расслабилось ощущение. Да, да, да. То есть не имеем права уйти с этого места, пока мы полностью не уберем все ощущения. Так мы должны проходить каждую точку шва, и тогда тело отпустит. Мы как ниткой, получается, стянули его вот в это место, в зону спайки. И отвечает голова, отвечает плечо, отвечает рука нам тем, что они не иннервируются, то есть не получают достаточного количества нервных импульсов. И интересно сейчас ощущение? Все расслабляется. Расслабляется рука. Прекрасно. Так вот, вот это напряжение в руке, вот это подмышечная тема, затвердение в мышцах, это все, вот этот вот кусочек маленький. Мы даже еще не сдвинулись, да? Дальше мы должны будем с вами отработать весь шов. И что тогда мы пальчики кладем на шов? Опять чувствуем, как ниточка, которая у нас идет, вот мы сейчас проверим. Я положила свои пальчики на весь шов. И мы опять диагностируем на данный момент, что у нас грудная железа отреагировала, фиброаденома, который у нас после кесарево сечения, это тоже еще одна тема, связана со швом, нарушение течения лимфы. Уходит это ощущение? Рука сейчас не почувствовала? Слава тебе Господи, голова не почувствовала? Опять становлюсь назад, вот на это место. Направляю движение шва правым паховым лимфатическим узлам. И слушаем голову. Все спокойно в Багдане. Ну и слава Богу, вот так отрабатывается каждый шов в теле. И не важно, в каком году он сделан, все можно привести в порядок. Отлично, хорошо теперь? Ну и слава Богу. То есть, понял Олег, да? Насколько важно все удары, ушибы отрулить, которые были. И вот эти все ее диагнозы, а еще раз нам расскажи, сразу после кесарева, какое было состояние? Нарушение походки, консультация внимания. И у меня сильно болела шея, ключица и правая рука. Вот мы сейчас повторили, вернули ее куда назад, к тем событиям, получается, и к этим ощущениям. И будем их убирать. Значит, а последствия кесарево сечения нужно нивелировать на протяжении всей жизни женщин. Нет нигде заторов. Мы молодцы, шов отработан. Есть, значит, работает. Умница. Молодец. С лазомой крови при взятии одной капельки периферической крови. Так бы мы ее биохимическим анализатором посчитали и эритроцитом. Но так как здесь имеется вот такой длинный носик, мы говорим, что это трафозоид простейшей лямблии. Она убирает с эритроцита железо элементы, витамины, минералы, забирает на себя, размножается, делает других себе подобных деток. И процесс продолжается. Метаболиты жизнедеятельности этой лямблии являются для нашей лимфатической системы постоянным загрязнителем. У нас концентрация лимфа увеличивается. Вот она тут сейчас своим носом старается пробуравить оболочку эритроцита, забрать элементы, которые в эритроците находятся. И дальше продолжат свою жизнедеятельность. Если нет застой желчи, мы регулируем численность микрофлоры в кишечнике. Регулирование численности микрофлоры не дает появляться там язвочкам и эрозии. И значит тогда не попадает эта микрофлора ни в кровь, что мы ее сейчас видим в кровотоке, и не попадает дальше в лимфу из крови. И мы не имеем увеличенные лимфатические узлы, не имеем нарушения кровообращения в теле, потому что увеличенные лимфатические узлы сдавливают сосуды. Вот такая патогенетическая цепочка от вот этой дамы. Но чтобы ее увидеть, нужно посмотреть в микроскоп. Ибо достоверность исследования крови на лямблии 30% и не выше.